Всем привет и добро пожаловать на YouTube PlanoB. Сегодня я объясню вам мое новое правило по трейдингу, а также новости по рынку. И если вам нравится мой канал, подпишитесь, так как в этом случае вы ничего не пропустите, а мне это поможет приобрести больше просмотров. Итак, поехали сразу к первому графику, который и будет торговым правилом. Это трейдинг правила Stock to Flow, и многие из вас просят меня, могу ли объяснить вам на YouTube две вещи. И, во-первых, это не финансовый совет, как и всегда. Это все только лишь для расширения вашего кругозора. И второе, это торговое правило, а не предсказание. Так что оно может быть основано на предсказании, но не является им, в отличие от Stock to Flow. По сути, торговое правило является действиями покупки и продажи. И является симуляцией того, как инвестиции будут вести себя со временем, в зависимости от вашего восприятия правил покупки и продажи, и как бы, вероятно, выглядел гипотетический капитал. И не забывайте, что модель Stock to Flow является предсказательной. Она предсказала в данном цикле 55 тысяч, что является немного большей по сравнению с тем, где мы сейчас. В настоящий момент среднее значение в данном цикле 31К, что ниже 55К, что, на мой взгляд, в целом допустимо. Модель Stock to Flow не на 100% точная и может показывать немного больше или меньше. А для следующего цикла модель Stock to Flow показывает, или предсказывает, 532К. Итак, основа модели Stock to Flow заключается в том, что большая дефицитность вызывает большую стоимость. А также эти халвинги являются ключевыми. На самом деле, все кружится вокруг этих халвингов. И если вы посмотрите на цену биткоина, то поймете, что торговое правило основано исключительно на этом допущении. На принципе, покупки перед халвингом на самом деле за 6 месяцев до халвинга и продажи после халвинга. То есть, на покупке за 6 месяцев до халвинга и продажи через 18 месяцев после халвинга. Но давайте перейдем к графику и посмотрим, что там у нас. На оси X у нас обозначено не время, а количество блоков. На самом деле это время. Но это дает нам более точные понятия относительно халвинга. Между халвингами у нас 210 тысяч блоков. Первый халвинг произошел в ноябре 2012-го, а это второй халвинг. В 2016-м, по-моему, это июль. А последний халвинг был в мае 2020-го. А на оси Y мы с вами видим цену для биткоина, выраженную в долларах. И синим у нас, конечно же, представлена цена биткоина. В настоящий момент она остановилась около 31к. А фиолетовая линия – это торговое правило, линия капитала, которая начинается с 5 долларов, которая примерно соответствует цене за 6 месяцев до события халвинга. Итак, она начинается за 6 месяцев на уровне 5 долларов. За 6 месяцев до халвинга здесь мы входим в рынок, здесь сигнал покупки, после чего следует цене биткоина. Вот здесь, в дальнейшем мы проходим через халвинг, и через 18 месяцев после образуется продажа. Таким образом, стоимость приблизительно в это время, что соответствует около 600, будет удерживаться до того, пока мы следуем данной стратегии данного рынка. Конечно же, биткоин входит в медвежий рынок, который данная модель избежала. А после чего за 6 месяцев перед халвингом 2016-го снова входит в рынок, осуществляет покупку. После чего следует цене биткоина опять. Полным ходом до 16 тысяч. Конечно, цена биткоина была на уровне 10 тысяч долларов в то время. И конечно, здесь мы начинаем на большей цене. По стратегии мы на уровне 16 тысяч. После чего все повторяется снова. 18 месяцев после халвинга, 18 месяцев после этой линии. И эта модель полностью избежала медвежий рынок 2018-го и 2019-го года. И за 6 месяцев перед халвингом 2020-го года модель снова осуществляет покупку, входит в рынок, следуя за синей линией ценой биткоина. И после 18 месяцев за халвингом модель осуществляет продажу на уровне 122 тысяч. И это то, где мы сейчас. Биткоин находится на уровне 30 тысяч. То есть стратегия показывает 4Х от цены биткоина. А теперь мы ожидаем следующего сигнала на покупку. И мы все прекрасно знаем, что халвинг будет примерно в апреле 2024-го. Так что за 6 месяцев до этого будет время примерно в районе октября. Цена на закрытие октября и открытие ноября. Когда модель зайдет в рынок и будет находиться в нем последующие 2 года. До октября 2025-го. Следующие 24 месяца. И что очень интересно, если этот цикл будет похож на все предыдущие циклы, точнее 3 предыдущих цикла, их не так было много. И если мы снова увидим такой скачок, если, что ж, дефицитность биткоина вызовет рост стоимости, так как данные халвинги очень важны, и цена, возможно, вследит после этого халвинга. Вот такое торговое правило. А следующий график — это стадии рынка. Относительно данного графика было также много вопросов. И данный график не является предсказанием. Это обнаружение. Так что не могу... Точнее, он не может сказать, как долго продлится данная стадия, а он может только сказать, в какой стадии мы находимся. Прямо сейчас. И в настоящий момент мы все еще на раннем бычьем рынке. Синяя, ранняя первая стадия. И мы в ней находимся буквально с начала этого года, последние 6 месяцев. И мы не знаем, когда начнется зеленая зона. Но обычно это происходит сразу после халвинга. Вот здесь. Это период после халвинга 2020 года, после чего начался ранний бычий рынок, и после этого мы действительно взлетели вверх. Аналогично здесь, 2016-й. Халвинг произошел в июле, и после этого образовалась зеленая зона. То же самое здесь, в ноябре. Халвинг 2012-го, после чего началась зеленая зона. Так что мы не знаем, что произойдет в этот раз. Халвинг может быть немного преждевременным, или же зеленка может начаться перед халвингом. Или же она может взять и задержаться из-за внезапного черного лебедя, или еще чего-то, о чем мы не знаем. Но, по крайней мере, мы знаем, когда мы там окажемся. И как только мы зайдем в зеленую зону, я, конечно же, вам об этом сообщу. Но еще кое-что. Данная модель рыночных стадий сподвигла меня в январе 2012-го сделать одно рыночное предсказание. И если вы не знаете, о чем идет речь, то о ноябре, когда цена была в 15к. Это было дно. И я знал об этом, потому что бычий рынок уже начался. После чего я сделал заявление, что халвинг произойдет у отметки в 32к. По крайней мере. Может быть, гораздо больше, но будет по крайней мере 32к. Это предсказание я сделал в январе, когда я уже знал, что мы вступили на ранний, ранний бычий рынок. По крайней мере, данная модель сообщила мне об этом. Итак, третий и последний график это реализованная цена. Классический график, но он мне очень нравится. Реализованная цена это себестоимость всех биткоинов, которые были приобретены. Черная линия это себестоимость всех биткоинов. Темно-синяя линия это себестоимость всех биткоинов, которые двигались последние два года. То есть это как бы скользящее среднее. И преимущество данного подхода в том, что вы не тащите за собой через всю историю один миллион монет Сатоши. А всего лишь смотрите за наиболее недавними монетами. Очевидно, их себестоимость на базе немного выше по сравнению с тем, если вы включите более ранние монеты. Но при этом результат получается с гораздо более стабильным паттерном. Но в любом случае, важная вещь в том, что мы с вами наблюдаем цену биткоина, эти красные точки, которые движутся над, а точнее пересекли реализованную себестоимость базу за последние два года. И они уже пересекли эту себестоимость на базу, а также они пересекли ее значение за пять месяцев, краткосрочную реализованную цену биткоина. Таким образом, сейчас, это новость, о которой я еще даже не сообщил в Твиттере. Цена пересекла реализованную цену за два года. И это очень важно. Конечно, месяц не закончился, так что нам еще предстоит увидеть, чем закончится конец июля, но в любом случае исторически закрытие над двухлетним уровнем реализованной цены являлось тем, что бычий рынок начинает свой разгон. Аналогично здесь, в 2016. А вот 2019 был годом немного странным. COVID, этот черный лебедь, и у меня здесь есть некоторое влияние на результат модели Stock to Flow, которая, возможно, в какой-то степени опередила. Но в любом случае рынок был немного преждевременным. Но если мы с вами возьмем вот эти и эти точки, как пересечение двухлетней реализованной цены, то это также будет сигналом того, где начался бычий рынок. Очень интересно. Но и еще одна вещь, которая также интересна. Реализованная цена, черная линия, а также реализованная цена за два года, темно-синяя, снова начали расти. После очень долгого времени. Я думаю, они падали около целого года. А сейчас, первый месяц, они снова начали расти. И еще раз повторюсь, это очень интересно. Посмотрим, что нам покажет биткоин. Если мы с вами достигнем 33 тысячи довольно быстро, то мне, возможно, придется выпустить обновление по своему предсказанию от 12 января, что халвинг будет на уровне 32к или даже больше, что, конечно же, основано на этой двухлетней реализованной цене. Но если мы уже ее с вами достигнем, хотя у нас еще остается до этого 8 месяцев, то возможно, что мы с вами придем к гораздо большему уровню. Так что, скорее всего, я выпущу обновление ближе к концу этого месяца, точнее, конца июля, как только мы пересечем отметку в 32к. И это все на сегодня. Если вам нравится мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Это поднимет мои просмотры, а вы ничего не пропустите. Спасибо и увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok